2016 год в Нинецком округе был объявлен годом народного единства. В нашем регионе живут дружно более 77 разных национальностей. Это русские, куми, азербайджанцы, ненцы. Вместе с программой СИЮН мы отправимся к ним в гости. А в новогоднюю ночь соберемся за общим столом и украсим нашу межнациональную елку. Сегодня мы отправились в гости к арктическим казакам. Это казачье объединение появилось в Нинецком округе в конце прошлого года. Ее атаманом стал потомственный казак Сергей Акулов. Деды и прадеды были с кубанского казачьего войска. И также нашел единомышленников. И поэтому было решено организовать общину. Сейчас организация насчитывает более 11 человек. Это близкие по духу люди. Один из них – Владимир Чупров. В его жилах тоже течет казачья кровь. Здесь больше уровень ответственности. Потому что на самом деле больше ответственности, чем права у казака. Это нужно быть, во-первых, здоровым человеком и физически и морально, быть патриотом и всегда быть защитником, всегда быть готовым слабого защитить, на защиту Родины стать, женщину, разумеется. Для этого надо заниматься. Чтобы всегда быть в хорошей физической форме, с начала создания организации, атаман принял решение заниматься боевой подготовкой. Теперь каждую неделю арктические казаки встречаются в спортивной школе поселка Искателей. Но не только о хорошей форме заботятся казаки, но и об общественном порядке. В октябре 2016 года совместно с Управлением Министерства внутренних дел была создана дружина поселка Искателей. Стараемся соблюдать порядок. Есть наша земля, поэтому мы вышли на ДНД, чтобы сохранять. Казак – это сын Отечества, земли. Вот тут он и встанет на защиту, когда необходимо, и будет чтить традиции отцов, дедов. Вот что такое казак. Особо почитает в казачьей среде традиции и обычаи. Это уважительное отношение к родителям, к женщинам, матери, сестре, жене. А еще – это память о предках. Для казака, это непременно условие, важно знать, кто ты, кто ты в роду, твой род. И всегда, даже было, когда гонение на казаков, деды записывали в тетрадки, вот, род свой. И внукам объясняли, вот смотри, вот ты. Ты не просто человек, за тобой еще вот сколько стоит. Одному из Чупровых, тоже наш близкий родственник, он сам историк, и он когда-то задался целью выяснить, откуда мы. И он 17 колен перебрал, он ездил по деревням, все, вот, церковные книги смотрел. Вот. Вот, не новгородцы. Потому что во времена Ивана Грозного Печору заселяли новгородцы во главе с Ивашкой Ласткой. Была грамота ему дана на освоение Печорского края. Вот. Это с дедовской стороны. А по маминой стороне, вот, там тоже, получается, от хлыновских казаков, но хлыновские казаки тоже от новгородцев, от ушкуйников пошли. Вот так интересно сводится и оттуда, и оттуда. Но новгородских ушкуйников всегда казаки считали настоящими казаками. Какие они, настоящие казаки? Точное происхождение казаков является предметом дискуссии историков. Известно, что к концу 14 века образовалось несколько сообществ, проживающих в Центральной Евразии. Вот и крупных торговых путей того времени, в частности рек в низовьях Днепра, Дона, Волги. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних к северу Московского, Литовского и Рязанского Великих Княжеств, а также из прочих северо-западных земель. В результате, к началу 16 века, две группы выросли в крупные вольные войска – Запорожское и Донское, которые со временем вошли в состав растущего русского царства. Начавшийся в стране четверть века назад процесс возрождения казачества достиг Заполярья. Арктические казаки объединились в целях возрождения, становления, дальнейшего развития российского казачества, как самобытной, исторически сложившейся культурно-этнической общности людей. В казачьих семьях трудились не покладая рук. Особенно тяжелыми были полевые работы, встрадную пору, уборка урожая. Работали от зари до зари, жить перебирались всей семьей в поле. Домашними делами занималась свекровь или старшая невестка. Зимой с раннего утра до поздней ночи женщины пряли, ткали, шили. Мужчины в зимнюю пору занимались всевозможным ремонтом и починкой, построек, орудий труда, транспортных средств. Их обязанностью был уход за лошадьми и скотом. В планах создать именно казачий хутор, чтобы была возможность совместного компактного проживания казаков, где можно было держать и подсобное хозяйство, где можно было бы проводить и спортивные мероприятия, занятия войной, подготовкой. То есть надеемся, что так все и будет. Спасибо большое, ребята. Очень интересно было с вами пообщаться. Я в свою очередь хочу вас пригласить на мероприятие, которое состоится у нас в конце декабря с программой СИЮН. Там встретятся разные диаспоры, которые у нас существуют на территории округа. Я вас попрошу приготовить какую-то куклу в традиционной одежде и традиционные блюда. Буду рада встрече с вами опять. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Всего доброго.